Привет, мой дорогой друг. Как твои дела? Это твой знакомый Розе. Мне подписчик скинул интересные скриншоты, очень интересные скриншоты, где написана локация, уровень, точность защиты и снижение урона. Там резисты, очень интересные такие скриншоты. Эти скриншоты я скину в телеграм-канал свой, если хочешь, можешь посмотреть. Подписчик сказал, это для твоих будущих видео, ну почему и не воспользоваться добротой людей, почему бы нет, если разрешают. Итак, перед этим, ребят, не простите меня делать обзоры на Гладов, на Луков, на Копейщиков, на Арбов, потому что банально я вам не смогу полностью рассказать нюансы, локи и такое. Потому что я на этих классах не играю, у меня таких классов нет, то не простите меня невозможного, пожалуйста. Там еще задавали вопрос, как разогнать точность. Точность разгоняется только при помощи коллекций. Кристалл души разгоняет точность. Точность умениями, точность ПВЕ видим. Абсолютная точность. Это, наверное, вот этот стат разгоняет три точности. Точность ПВЕ и точность, получается, эффект кристалла точности. Если мы дойдем где-то вот сюда, еще плюс один. Очень далеко нужно идти, чтобы разогнать себе плюс еще по одной точности. Короче, кристалл души может дать плюс три точности, плюс четыре, ну там в ПВЕ, ПВП. Плюс четыре точности, видите, уровни моих кристаллов. Сами понимаете, это мало, но это все равно какой-то буст дополнительный. При помощи коллекции это карты класса. Видим, плюс две точности, маг точности. Плюс девять точности, просто от карт. Плюс девять точности. Теряю Агатионы. Смотрим Агатионы, коллекции Агатионов. Плюс десять точности с Агатионов. Так, а маг точности, маг урон, маг точности что-то не дают Агатионы. Ну, видно, у меня еще не закрыты коллекции с теми Агатионами. Ну это такое, это именно за донат, который коллекции, но от коллекции вещей, вот именно, ну давай обычную точность посмотрим. Они собранные, собранные, вот что я закрывал. Вот, вот эти коллекции самые крутые, получается плащ можно скрафтить, можно пику скрафтить. Вот эти вещи, вот эти, вот это раз, два, три, четыре, вот эти четыре вещи выбиваются с глудиновских свитков, которые выбиваются с монстров. Вот такие коллекции очень легко закрываются, вот видим точные коллекции, там с мечом, точность дает, это первоначальная точность, которую вы должны закрывать, когда начинаете играть. Вы там много проводите времени в глудине, рулите квесты именно с вот этими вещами, чтобы там попадалась хоть одна вещь из предоставленных. Это как перчатки, ботинки и шлем. Видим очень много таких коллекций, очень много, которые дают точность. Видим, вот это тоже с квестов достается, и вот это выбивается, точно скажу, очень много выбивается в руинах страданий. Очень много таких выбивается. Печать души, печать души качается, видим, вторая печать дает, она бессосок работающая, дает плюс 5 точности. Печать атака и печать завоевания, видим, плюс 5 точности, по плюс 5 точности. Две печати мы раскачиваем, ну и так же, если с зарядом души фармить, то точность с зарядом души плюс 5 и плюс 11, там стандартная точность, плюс 6 дается. А то плюс 11, если 6 будет печать. Три печати, можем раскачивать. Мастерство. Ну мастерство у меня тут ногу сломает. Черт, ногу сломает, да. Ну тоже, видимо, от 1 до 3 можно мах точность вытащить в мастерстве. Так, теперь дальше идем. Кольца. Переточенные кольца плюс 5. Пятое кольцо на 5 заточить можно. Они не такие дорогие. Давайте посмотрим, к примеру. Нужно переточить кольцо воды, то что лес зеркал, вы когда дойдете до леса зеркал, вам оно понадобится. Также равнины славы, вот к примеру, если вы хотите там фармить Адену. Кольцо земли и кольцо воды, там нужно плюс 5 переточить, чтобы на аденовских локациях уже себя нормально чувствовать. Кольцо тьмы тоже пятое пригодится, то что в луа первый, второй этаж это тьма, тоже потом дальше кладбище это тьма будет. Видим локации с тьмой и... А тут что у нас? Ну это очень далеко, это очень далеко вода. Видим огонь. Чтобы были плюс 5, это по-любому. Потому что кольца на резист вам дают точность и плюс вы меньше тратите баночек. На какой-то хайлевельной локации постоять, там покачаться, а не пофармить Адену. Вот такие кольца можно поперетачивать, я думаю плюс 6 восстановления МП. Но я сюда и лоськи не кидал. Не знаю, лучше ловить урон. Также можно в кольцо словить дополнительно плюс 2 точности, ну такое, ну лучше урон ловить. Я думаю лучше урон ловить. Переточенные кольца, еще дают точность, так. Идем дальше. Пробуждение плюс 2 точности дает. И то это наверное первые 3 кода вкачуешь, тут точность дает весь урон и крит вроде бы. 2 точности, сапоги величия дают. Ну такое, можно вещами собирать. Ну в целом я показал, рассказал. Это в основном карты класса Ягатену, но это такой донатный путь. Но если со всего собирать, вот что я показывал, неплохая цифра выходит. На экране, можете видеть на экране первую табличку. Все таблички будут в телеграм-группе, если тебе интересно, можешь зайти, посмотреть, скачать себе там, если тебе нужно. Западная часть моря спор. Давайте посмотрим, где она находится. Видим западная часть моря спор. Показывает как нуля зеркал. И западная часть моря спор. Мы видим, нужна 140 защиты, 130 точности и 30 снижения урона. 63 уровня. Резист земля. Да. Межный шторм падает. Неплохо синьки так-то. По три синьки с монстра есть. Видим лес зеркал. 150-155 точности. Ну, примерно я могу сказать, что лес зеркал примерно так и есть. То, что у меня были такие статы. Я был 66 левел. Я там некоторые споты мог нормально выфармливать. Вот возьмем лес зеркал. Где зеркалятся, такие там есть. Зеркальные мобы там, ну, надо получше буст, потому что они зеркалятся и начинают тебя бить. Много банок уходит. Такая неплохая локация для мага. Я думаю, для милищника будет там, для глада тоже неплохая. Ну, можно вот посмотреть вот эти таблички. Вы сами видите уровни примерно. Болото Спор. Там равнины Забвения. Равнины Ожесточенной Битвы. Это что такое? Равнины Истовства. Это может оно? Равнины Истовства. Равнины Забвения. Это где я стою? Просто очень непонятно немножко. Бассейн Забвения. Ну, Аденовские локации видим, да? Это, ну, давайте тогда начнем. Равнины, если берем равнины Славы. Потом идет лес зеркал. Равнины Неистовства, наверное, да? Вот это равнины Ожесточенной Битвы. Очень интересно. Вы, кто вот видите статы, напишите в комментариях свой класс. Какие у вас статы, там, защита от точности, где вы стоите, и как вы стоите, там, затраты банок или нет. Если вам не сложно. Равнины Неистовства. Давайте посмотрим. Видим ветер, да? Да, это оно. Равнины Ожесточенной Битвы. Равнины Неистовства. Видим 165 защиты, 160 точности. 66 уровень. Ну, такое. Ну, смотри, магу там очень плохо стоять. Вот именно вот здесь очень плохо магу стоять. Потому что там дальнего боя очень много. Равнины Забвения. Бассейн Забвения. Долина Забвения. Это, наверное, бассейн Забвения. Что там, что там. Ветер, да? Равнины Забвения. Ну, Безмолвие, наверное. Бассейн Забвения. Вот это, наверное, Бассейн Забвения. Я не понимаю. Так, а посмотрим по статам давай. Не, Бассейн Забвения. Это, наверное, вот это. Долина Безмолвия. Это что там жестче мобы. Наверное, я так скажу. Видим защиты 155, точности 165. Так, давайте посмотрим. Мажет ли мой персонаж здесь? Вроде не мажет. Ну, значит, табличка, она достаточно точная, так сказать. Тихая долина. Тихая долина. Это что это такое за тихая долина? Последние земли, наверное. Подождите. Тихая долина. Если мы посмотрим, резист, что тут у нас. Так, нет, это не она. Тихая долина. Запретная врата. У нас локации такой еще нет? Или что, не пойму. Ну, вот непонятная очень тихая долина. Очень интересно. Очень, ну, некоторые названия отличаются. Я думаю, там какие-то таблички из Японии, там с переводами, я уверен. Башня слоновой кости. Вот вчера видео было. Резист земля, огонь. Ну, это все правильно. Второй, первый, второй этаж. Защиты на первом нужно 130, точности 120. Так, на втором 160, точности 150. Ну, могу согласиться. А вот третий этаж, ну, такое. 160 точности очень мало для третьего этажа. Не знаю, у меня по мобам иногда не попадает. Там каждый четвертый, пятый мажет. Ну, у меня получается 180 точности, и я не попадаю по мобам. А тут табличке написано 160 точности. Может быть, я ошибаюсь. Мне говорили, что каждый, вот каждый персонаж там взять. Нож, глад, лук, копейщик. Не важно кто. Каждого персонажа свои статы на своей локации. Как бы, ну, я проверить не могу. Я могу только довериться этим людям. Возможно, вы что-то знаете. То напишите в комментариях. Вот, третий этаж слоновой кости. Очень спорные статы. 65 плюс. Видим. Третий этаж башни слоновой кости. Так, идем дальше. Печать Шери. Огонь. Это печать Сили Ходан, которая. Уровень 64. Защиты 180. Точности 145. Ну, соглашусь полностью. Очень полностью соглашусь. Потому что, видим 190 защиты. Мой персонаж просто стоит супер там. Очень хорошо выносит мобов. Так, дальше идем. Башни дерзости. Первый этаж. 67 уровень. 180 защиты. 160 точности. Ну, да. Примерно, да. 200 защиты. 200 точности. Согласен полностью. То, что я иногда не попадаю по мобам. Конечно, по урону не написано. Но, я бы сказал, вот. Немножко мах урона. И я хотел бы потестить. Вот, на 30-ку мах урона. То, что. Вроде бы я на кладбище как бы стою хорошо. Но, в целом мне урона не хватает. Вроде попадаю по мобам. Но урона не хватает убивать их быстренько. Потому, что они окружают. Они больно бьют. С защитой полностью согласен. 200 защиты. Надо больше защиты. Потому, что больно бьют мобы. Видим, тут резист не написан. Но, тут тьма. Это точно тьма. Печать сирены. 70 уровень. 210-200. Печать сирены. Это что такое? Безапретные врата. Поли брани. Может быть. Очень интересные такие названия. Может это еще в будущем будут локации какие-то интересные. Печать сирены. Тьма. Святость. Тут у нас что? Идут монстры. Так. Тут видим святость. Монстры идут. И тут. Тоже как бы. Если посмотрим. Тоже святость. То есть резист тьма. Такое. Печать сирены. Так. И поле. А. Вот поле барани. Башня дерзости 2. Подожди. Край земли. Это что у нас? Без понятия. Тоже опять. Поле брани. Это наверное поле битвы. Наверное. Поле брани. Поле битвы. Ну соглашусь. 220-220 где-то. 73 уровень. Поле брани. Ну вот такие вот таблички. Не знаю как вы. Напишите пожалуйста. Если у вас такие статы. Где вы стоите в локациях. Хотя бы. Начать. Вот западная часть моря споры. Если вы там стоите. Ваша профа. Ваши статы. И как вы там стоите хорошо. Сколько фармите в час. Очень интересно. Очень интересные таблички. Спасибо подписчику. Огромное спасибо за эти табличечки. Ладно. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Если тебе нравится что я делаю. Лайк. Подписка. Это обязательно. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok